Приветствую вас! Я думаю, что основная проблема в том, что вы идеализируете Идеализировали и идеализируете даже не столько девочку, саму, с которой вы сейчас в отношениях Сколько сами отношения Вот сами отношения для вас, это прям вот что-то, что-то такое просто идеальное, которое нельзя не менять, не трогать, ничего То есть именно сами отношения с человеком Знаете, вы как будто бы бьетесь постоянно в одну и ту же закрытую дверь Это примерно как вот с родителями Те, кто не удовлетворен родительской любовью и родительским теплом Да, он от них требует Вот он говорит, они могли бы мне дать там, ну, любовь, ласку, тепло и так далее Ну, не могли Это то, что вам нужно понять Ваша девушка, она дает вам то, что может То, что в силах Сексуальность женщин, как правило, развивается с возрастом То есть где-то вот к 30-35 ее либидо будет повышаться Но, понимаете, многое зависит от темперамента И то, что она вам не дает каких-то эмоций Она не дает вам каких-то там переживаний, не дает тепла А вы этого всего хотите В тот момент, когда вы стали чувствовать, что вы не получаете от нее того, что вы хотите Того, что вы хотели бы точнее от нее получать Да, вот в тот момент, когда вы это почувствовали Вот в этот момент, надо сказать честно, что в этот момент ваша любовь ушла Почему я вам об этом говорю Почему я говорю, что ваша любовь ушла На самом деле, ситуация простая Когда любишь человека, принимаете его таким, какой он есть Вы же свою девушку не принимаете Пытаетесь ее поменять И плюс к этому, значит, сами как бы от этого страдаете Понимаете, вашу девушку менять не надо И вам меняться тоже не надо Потому что, ну, вы оба такие-таки, какие вы есть По сути дела Не нужно думать, не нужно, на мой взгляд, быть настолько наивным Чтобы положать, что вы можете, там, измениться, например И что она изменится ради вас Она может измениться ради вас Она старается это делать Но, понимаете, у человека как бы ограниченный ресурс Вы это сами для себя, наверное, понимаете Вы понимаете это Так вот К чему я это все? Зачем вы здесь держитесь за все отношения Которые вам перестали уже приносить какое-либо удовольствие? Зачем вы за них держитесь? А для чего вы за них держитесь? Вы говорите Я хочу создать идеальную жизнь своей девочке Но идеальной жизни не бывает Идеальной жизни не бывает Бывает жизнь, где люди максимально стараются Дать друг другу то, что у них есть Вы, девушка, даете то, что у вас есть А мама вам дает то, что есть у нее Но вас не устраивает то, что у нее есть Вам этого мало Сутисты, грамот И это нормально И это значит, что вы не подходите друг другу Знаете, вы можете На самом деле Вы можете продолжать жить То есть так же В таком вот постоянном неврозе Вы можете продолжать жить так же Постоянно себя Подавляя Не позволяя себе быть тем, кто вы есть А постоянно жертвуя собой И так далее Но тогда Тогда Однажды Вы Скажем так Сторвете И в этот момент В этот момент Вы Себя будете Винить Потом За то, что вы сорвали А ведь Правда В заключается в том Что Винить себя Не до Что Вы не виноваты Вы не виноваты В том Что Вы хотите Мы не виноваты В том Чего Вы хотите Мы не виноваты В том Как Вы хотите Вы не виноваты в том, что у вас определенная потребность в сексе. Во всем этом вы не виноваты. Но ваша ответственность в том, что вы требуете этого всего от девушки. А девушка этого всего даже вам не может. Не потому, что не хочет, не потому, что у нее какие-то потребности, а потому, что у нее такой темперамент. И у всех своя, как я уже сказал, потребность в сексе, это нужно понимать. Чем лучше вы это поймете, чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас. Ну а теперь, соответственно, я бы хотел поговорить о том, почему вы держите эти отношения так сильно, так рьяно, так, я бы даже сказал, фанатично. Ну а если говорить честно, то след. Вот почему. Почему вы идеализируете их, и что вы пытаетесь через эти отношения для себя получить. Идеальная жизнь, ее не будет никогда. Идеальную пару, ее тоже никогда не будет. Потому что у всех людей есть свои недостатки, недостатки всегда были, если будут. И то, что вы не принимаете девушку такую, какая она есть, до конца. Да, это не любовь у вас. Да, может быть, когда-то вам было хорошо. Да, может быть, вы подходите друг другу по эмоциональным характеристикам. Еще по каким-то чертам вы подходите. Вот. Может быть, и она вас также любит. На самом деле, в этом нет ничего аномального. Она, может быть, вас любит. Это тоже нормально. Другое дело, другое дело, что вы просто в силу темпераментов друг другу, еще раз повторю, не подходите. Это не конец отношения. Нет. Вы можете жить так вот, как вы живете сейчас. И у вас, в принципе, ну, будут какие-то отношения. Со временем вы, может быть, перебиснетесь, может быть, найдете любовницу, может быть, что-то еще сделаете. Ну вот. То есть, со временем все это пройдет. Как же это может доказать? Но какие у вас неврозы возникнут, какие у нее будут проблемы, это только можно гадать. Вы говорите, что ее отказы бьют по вашему мужскому самолюбку. Здесь непонятно, почему они бьют по вашему мужскому самолюбку. Девочка не хочет не потому, что вы какой-то, там, не знаю, проблемный, проблемный или так далее. Девочка не хочет потому, что не хочет. Это ее проблема, не ваша. И не стоит проецировать на себя то, что вам пытается донести девочка. Донестия она пытается вам следующее. Что? Она не может вам дать больше, чем у нее есть. А вы от нее требуете. И вы для себя решите, что вам важнее. Ее счастье или свои потребности. И если вам важнее ее счастье, то вы будете с ней принимать такое, какая она есть. И ради ее счастья вы будете радоваться тому, что вы, там, себя как-то подавляет. Вы с собой, ну, как мы делаем, что-то для нее. Если вы чувствуете, что ваши потребности сильнее, а это нормально, то не нужно бояться, сказать девочке, что прости, ты мне не подходишь. Я, там, хочу того, чего ты мне дать не можешь. Давай, расстань. В этом нет ничего дурного. Опять же. И уж точно это лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Пьете, да, там, кидаетесь на всех и прочее, прочее, прочее. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Вы говорите, что я не хочу ливать эти отношения из-за того, что много запрещено. Ну, простите, люди здесь живут и по 20 лет, и по 25 лет. И все равно расстаются. Потому что понимают, что им не по пути друг к другу. Понимают, что какой бы стаж большой не был бы в отношениях, это ничего не значит, если люди просто-напросто друг к другу по какой-то причине не подходят. В этом нет ничего странного. И не нужно держаться за отношения только потому, что у вас было что-то общее друг с другом. Это, еще раз повторю, неправильно. Это, еще раз повторю, позиционирование отношений как инвестиций. А отношения – это не инвестиции. Отношения – это свой собственный комфорт и создание комфорта другого через свой собственный комфорт. У вас получается так, что вы стремитесь к комфорту девушки, но при этом жертвуете своим собственным комфортом. И именно поэтому, потому что вы жертвуете своим собственным комфортом, вам невозможно выстроить гармоничные, хорошие, продуктивные, гармоничные отношения. Именно по этой причине. И когда вы сперва поймете, что вам нужно для вашего собственного комфорта, что вам нужно для того, чтобы самостоятельно быть в гармонии, когда вы поймете, что вам для этого нужно, и пусть, но вот тогда, вы сможете, обретя эту гармонию, да, значит, и вместе с гармонией обретя спокойствие и счастье, сделать счастливым, счастливый, прошу прощения, другого человека. Вот только так вы можете эти отношения реализовать. Ну, как бы там ни было, понимаете, вот то, куда вы движетесь сейчас, это, на мой взгляд, совершенно тупиковая вещь, тупиковая вещь, вещь, потому что ничего хорошего для вас в этой ситуации не будет. Вам либо придется наступить на себя, либо придется изменять и действовать как-то в обход, либо девушкой оставаться. Вот что вы выберете, решать вам. Я думаю, что цена проблемам в идеализации вами отношений. Что-то в ваших отношениях вам челюстчур важно, и именно из-за сверхмотивации, вовник, вовска, это ваша проблема. То есть, средмерные отношения, отношения для вас. Вот. Ну и, соответственно, восприятие этих самых отношений тоже дает особенность. Знаете, если ваша девушка осознает проблему, и она готова, так же, как вы работаете, то можно поработать с вами двумя психологами, чтобы вы обратились к психологу, чтобы девушка обратилась к психологу, чтобы вы высказали друг другу свои претензии, свои какие-то пожелания, и попробовали их удовлетворить. Тогда станет понятно, можете ли вы жить вместе или нет. Если у вас равноправное желание делать друг друга счастливым или нет, потому что, например, у девушки тоже есть определенные основания, например, вам отказывать. Почему она вам отказывает? Чем она руководствуется, когда вам отказывает? Это нужно выяснять. Если она хочет поработать, ваше отношение сохранить реально. Если у нее желания нет, то для вас актуально все то, что я вам сказал, как бы неприятно это ни было. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!